Здравствуйте, мои дорогие зрители! Я рада приветствовать вас на моем канале. И сегодня я хочу продолжить рассказ вот об этих домиках, один из которых был подарен детям моим на свадьбу. Это медовый коттедж вот этот. И затем был вышед вот такой вот пряничный домик. Медовый коттедж был куплен в наборе. Эту схему я нашла в интернете. И так как оставались... Вернее, я покупала два набора вот этих медовых коттеджей. И оставались нитки. А может быть не оставались, а они были из второго набора. Все это благополучно было вышито. Все это уже давным-давно у детей находилось. Это просто очередной раз, когда я взяла для того, чтобы сделать видео об этих работах. Но не о них, а вот о тех домиках, которые вышиты у меня уже больше, чем полгода. И никак руки не доходили для того, чтобы показать. Один из них я снимала. Вот сейчас даже и не вспомню какой. Наверное, вот этот с фонарем. Была очередная поездка в Таиланд. Это май, наверное, ушедшего года. И не закончена она была до конца. Дома это отшивалось, дошивалось. В общем-то, домики таковы, что... Ну, не настолько длительно это вышивается. А тем более, когда есть желание, когда хочется это сделать как можно быстрее, то, естественно, находится и время. Ну, это абсолютно точно. Тот, кто хочет, ищет возможности. Тот, кто не хочет, ищет причины. Так вот, у меня возможности для быстрой вышивки нашлись. И сразу я начала вышивать и следующий. Может быть, кто-то знает еще продолжение вот этой серии. Я сейчас не берусь точно сказать, какой из этих домиков имбирный, какой лакричный. Это надо поискать, посмотреть схемы. Но это и не... Вернее, название схем. Но это и не принципиально важно. Не главное, как они называются. А главное, что, наконец-то, они у меня сделаны. И вот второй домик, вот этот какой-то, как викторианский такой, у меня вышит тоже уже достаточно давно. После этого начала я вышивать оберег домашнего очага. То есть, наверное, где-то май, к концу мая оба эти домика были готовы. Но я их, к сожалению, не привела до сих пор вот в такой вид. Не оформлены они. А вот эти вымпелы считаются завершающим оформлением работ. Но надо будет найти, опять же, возможности, а не искать причины для того, чтобы сделать, закончить и уже детям все четыре эти домика отдать. Так как я прекрасно понимаю, что все наши вышивальные приметы, все наши желания, пусть не быстро, а что-то и очень быстро происходит, но они сбываются, то очень мне хочется, чтобы и желание, и мое, и других членов семьи когда-нибудь осуществилось. И домики, думаю, будут в помощь этому. Ну, вот такие замечательные дома готовы. На третий дом у меня были закончены остатки первого и второго набора от медового коттеджа, который показала в начале. А для вышивки вот этого дома белые нитки оставались, а вот этих меланжевых красных уже не было. И, благо, был готов уже к работе оберег домашнего очага, и ниточки были взяты оттуда. Поэтому на все хватило, все сделано. Нужно только создать условия для того, чтобы закончить вот эти работы, оба эти домика. и порадоваться тогда уже по полной программе, что план реализован полностью. Ну, вот. Показала, рассказала, произнесла, дала себе установку. И буду думать о том, что в самое ближайшее время они завершатся. А затем обязательно покажу все четыре одинаковых. Спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.